Так повелось, что сельское хозяйство – это сплошное соревнование. Аграрии соревнуются с погодой за приз под названием «Богатый урожай». Между собой состязаются за самую высокую урожайность. Соревнуются работники и внутри каждого предприятия, так как от этого напрямую зависит их реальный заработок. Безусловным лидером по урожайности риса в Славянском районе не один год является фирма «Приволье». В чем кроется их секрет успеха, узнали наши корреспонденты. Подробности в первом материале выпуска. Спросил любого жителя Славянского района, каким было лето 2017 года, и он ответит – жарким. Рисоводы придерживаются другого мнения. Они считают, что лето было холодным, потому что майские, июньские и июльские средние температуры не превышали 18 градусов. А как следствие, произошла задержка в развитии самой главной сельхозкультуры Славянского района – риса. И так как рис позже начал расти, то и ворка в этом году подзадержалась. В «Приволье» к ней приступили только 3 сентября, а не, как обычно, в 20-х числах августа. Каждый день с 10 утра и до 9 вечера в рисовых чеках кипит работа. Более 20 комбайнов собственных и наёмных спешат завершить уборку, пока не начались осенние дожди. Потому комбайнеров застать отдыхающими и поговорить по душам просто невозможно. На счету каждый солнечный час. Трудолюбие – секрет успеха номер один высоких урожаев агрофирмы. Кстати, о комбайнах – втором секрете успеха. К технике в агрофирме особое отношение. Ведь от её качества зависит и качество уборки. Причём не всегда современный внешний вид говорит о том, что комбайн лучше. Даже если комбайн выглядит, что там есть зелёный Дон 2500 ВР, снаружи он 80-х, 90-х годов, но начинка у него уже современная. Он практически переделанный под современный комбайн. Он по качеству не уступает современным по своей производительности, по качеству уборки. Он зачастую превышает даже импортные комбайны. Полиагрофирмы расположены между территорией города и прикубанского сельского поселения. Общая площадь – практически 10 тысяч гектаров. Две трети земли в 2017 году отданы подряд озимых зерновых и овощных культур. Одну треть занимает рис. Почему так? Потому что здесь знают, как пользоваться преимуществами грамотного севооборота. Он-то и позволяет с меньшим использованием удобрений получать большие урожаи. А ещё секрет урожая кроется в людях, работающих на полях. У поливальщицы Ирины основная работа уже закончилась. Но и теперь без дела она не сидит. Вместе со всеми женщина целый день следит, чтобы каждый собранный бункер зерна был правильно записан и посчитан. Кстати, в профессию Ирина пришла всего два года назад. И пока качеством своей работы не очень довольна. Но упорно учится у опытных коллег. А вот стать комбайнером не так просто. За пульт современной техники желающих даже с профильным образованием посадят только после нескольких лет работы механизатором и стажировки у опытных комбайнеров. Потому в эту профессию стоит вникать ещё со школьной скамьи, что некоторые и делают. Самый молодой стажёр был 16-15 лет у нас работал. Сейчас он механизатор, ему 28 лет. Он работает на современном, на новом комбайне. Очень хорошо работает. А вот секрет того, какой сорт риса лучше сажать, главный агроном приволья Анатолий Костюк нам не открыл. Сказал, что тут всё индивидуально. Сам он любит работать со старым и проверенным сортом рапан. Кроме него, предприятие выращивает и живописный сонет, и крупный любимый переработчиками фаворит. Всего порядка семи сортов. На опытных участках проводится много экспериментов с новыми сортами и удобрениями. Лучшие результаты найдут своё применение в будущем году. Рисовая система с высоты птичьего полёта – это практически идеальная геометрия. Но идеальность эта добивается великим трудом. Планировка чеков, борьба с сорняками, очистка растительных каналов и укрепление дорог. Мелочей у рисоводов нет. Как и нет права на прогнозы урожайности и сроков завершения уборки. Сельхозгод у рисоводов, как передавая на фронте с противником, действие которого сложно предугадать. Погода, болезни, цены – действовать надо быстро, чётко и профессионально. Только тогда результат порадует всех.